Добрый день, а точнее сказать добрый вечер уважаемая публика. Меня зовут Илья Винштейн. Я являюсь создателем и администратором сайта Погода 45. Имею одноименную группу в интернете. Я являюсь метеорологом-любителем с 11-летним стажем. То есть Погодой я занимаюсь 11 лет, но в последние два года, но я все больше склоняюсь к созданию публикации своих прогнозов в интернете. И сегодня я постараюсь рассказать вам наиболее кратко и ясно о том, как же все-таки создается прогноз погоды. И для начала немножечко истории. Разумеется, первой формой изучения погоды, изучения явлений была мифология. У нас, например, насчитывается в мифотворческой деятельности около десятка различных богов, которые занимались, ну скажем так, объяснением грозы и дождя. Потому что мифология не стремилась сделать прогноз. Она стремилась только объяснить существующие явления и являлась заменой научной деятельности. Так как наука отсутствовала, то мифология заполняла эту отсутствующую нишу этими богами. Как я уже сказал, этих богов, которые занимались дождем и грозой, было около десятка. Например, в Египте это был бог Мин, в шумерской мифологии бог Адад, в греческой знаменитый Зевс, в славянской Перун и в скандинавской всеми известный любимый Тор. И вот все эти боги являлись такой базой, которая помогала объяснять эти события. Но они еще, древние люди, не умели делать никаких прогнозов, а только объясняли. Но все изменилось на следующей стадии. Постепенно люди изучали природные явления и искали причинно-следственные связи между ними, наблюдали за животными, за растениями, за окружающей средой, за тем, как перемещаются облака и какие события предшествуют плохой погоде или наступлению хорошей. Но из всего того многообразия народных примет, которыми мы обладаем в данный момент, работает только 5-10% от силы. Это максимум. Потому что это не приметы, это признаки, которые позволяют объяснять наступление различных метеоявлений, в частности опасных, и их можно обосновать с научной точки зрения. То есть это не просто бабка на двое сказала, а это вполне обоснованные научные предположения. Например, на данном слайде вы можете увидеть красивые и такие приятные на взгляд перистые облака. Сами по себе они никакой опасности не представляют. Но дело в том, что за 11 часов, где-то приблизительно за, как только вы увидите эти облака на небе, где-то через 10-12 часов пойдет дождь, так как эти облака являются предвестниками приближения холодного фронта. И после того, как вы увидите облака, постепенно похолодает, пойдет дождь, усилится ветер. И таких примет на самом деле очень много. Есть еще один устойчивый признак, это усиление ветра к вечеру. Это не столько народная примета, как уже, я уже сказал, научно обоснованный признак, о котором знают все синоптики. Или, например, когда солнце садится на фоне красного неба, красная заря или красный восход, или если солнце садится на фоне облаков, это тоже все устойчивые признаки перехода к ненастной погоде. И вот все эти приметы как раз и входят в те 5-10%, которые действительно работают, а все остальное это просто продукт культурного наследия, фольклор, и не представляет никакой научной ценности. Но постепенно все-таки развивался необходимый инструментарий, необходимо было как-то фиксировать те изменения, которые происходили в атмосфере. И в Италии в 1644 году был изобретен первый ртутный барометр. Что он делал? Он измерял давление. И вот при создании этого барометра использовалась ртуть, он был очень большой, громоздкий, неудобный. Но люди заметили и увидели связь между колебаниями атмосферного давления в столбике ртути и тем, какая погода наблюдается на данной местности. То есть, если столбик понижался, наступала ненастная погода, лил дождь, усиливался ветер, а если столбик повышался, давление повышалось, то наступала ясная безоблачная погода. Людей, разумеется, подобная тенденция очень сильно удивила. И постепенно накапливались знания о том, искалась связь, зависимость между давлением и тем, что происходит на небе. И буквально в той же Италии, через 200 лет, была создана более простая, более упрощенная конструкция. Барометр это механический барометр-анероид. Он из себя представляет вот такую механическую коробочку внутри, которая очень чувствительна на изменение атмосферного давления. Коробочка внутри пустая, там вакуум, и поэтому даже самые мельчайшие изменения давления отображаются стрелкой. И, как я уже говорил до этого, люди искали связь между давлением и погодой, и на данном приборе были нанесены соответствующие метки в зависимости от давления. Это шторм, дождь, ветер, перемена, ясно, сушь или полнейший переход в сушь, засуха абсолютная. Но, разумеется, все эти метки были очень условными, поэтому их нельзя было использовать для создания точного прогноза. Но, тем не менее, подобный барометр можно было использовать где угодно. Можно было взять с собой в поход, повесить у себя на кухне. И это было первое устройство, благодаря которому можно было сделать самостоятельные прогнозы погоды. В этом его главное отличие от ртутного. И вот постепенно, на протяжении длительного времени, на протяжении столетий, создавалась необходимая структура, инфраструктура. Создавались необходимые инструменты, накапливались знания, которые вылились, наконец, в то, что была создана первая метеорологическая сеть. Собрались ученые-метеорологи и подумали, а у нас с вами есть термометр, у нас с вами есть гигрометр для измерения влажности, у нас с вами уже придуман анимометр, есть барометр. А давайте-ка мы все это с вами возьмем и поместим на одной площадке. И будем постепенно фиксировать, что происходит у нас на небе, какое количество остатков выпадает. Будем записывать все это в журнал и отслеживать. Так появилась первая сеть станций. И вот когда эта сеть станций была уже организована, в 1820 году была предпринята первая попытка создать какую-то более-менее, но синоптическую карту, основанную на тех данных, которые получались с этих станций. Но станций было очень мало, они находились достаточно редко, и между ними отсутствовала какая-либо связь. Не было ни телеграфа, ни интернета, никакой связи. Все наблюдения велись только вот на бумажке. А пока ты обрабатываешь эти данные, они уже будут неактуальны для составления прогноза. И, наконец, первая карта была создана только в 1887 году. 9 декабря 1887 года. Что сделали люди, тогдашние метеорологи? Они подумали, а давайте-ка мы с вами попробуем объединить все станции с одинаковым давлением, ввести их линиями. И вот чудо, они все закольцевались. И это был первый момент, это было первое наблюдение циклонов. Были открыты данные барические образования, циклоны и антициклоны. И, как показано на следующей карте, за 10 декабря, они еще и перемещаются куда-то, постепенно изменяя погоду. Вот, собственно, тогда и люди уже и поняли, с чем связано изменение давления, с чем связано изменение облачности, ветра. И постепенно необходима была какая-то теория, которая позволяла бы объяснить, как все-таки ведут себя эти циклоны. Необходима была теоретическая база для того, чтобы объяснить поведение этих циклонов. И оказалось, что циклоны это просто те же самые воронки, только в атмосфере. Вот когда вы добавляете, например, молоко в кофе, у вас тоже постепенно начинают происходить перемешивания, даже если вы ничего не мешаете. Теплая жидкость поднимается вверх, холодная вниз. Те же самые процессы происходят в атмосфере. И все эти процессы можно объяснить с точки зрения физики и математики. И ученые подумали, а если мы можем применить эти же самые принципы для малых объектов, почему мы с вами не можем применить их для более обширных объектов? И вот, наконец-то, норвежские метеорологи в 1920 году сделали первую полноценную теорию, которая объясняла все стадии зарождения циклонов, все стадии их затухания были выделены. Различные разновидности этих циклонов объяснены, все их поведения. И это стало зарождением синаптического метода создания прогнозов погоды на основе карт. То есть тогда, еще до появления вычислительной техники, все прогнозы делались на бумажке, рассчитывались вручную, и занимало это 6-8 часов. То есть 6-8 часов вам необходимо было сделать прогноз на следующие сутки. Это довольно-таки большой срок. И у нас, по сути, была сеть станций, была ось Х, но у нас отсутствовала ось Y, у нас отсутствовали данные из атмосферы. А так как у нас атмосфера состоит из большого количества слоев, то у нас не было информации, чтобы заполнить эти дыры. Пока, наконец, в 1930 году, не был создан первый радиозонд в СССР, который запускался на высоту 10-12 километров, и по мере своего подъема он отправлял данные о составе атмосферы, о температуре воздуха, о влажности, скорости ветра. И все эти данные наносились, опять же, на синаптическую карту. Это был настоящий технологический прорыв. Удалось значительно повысить точность прогноза осадков, точность особенно гроз, потому что это имеет очень большое значение. Когда все эти данные отправлялись, постепенно выстраивалась диаграмма, на которой можно было увидеть, как изменяется толща воздуха над вами. Но, как я уже сказал до этого, у нас имелась необходимые данные, необходимая сеть, имелся аналитический аппарат, имелась теория, которая объясняла поведение атмосферы и циклонов, и антициклонов. И тогда люди подумали, а давайте-ка мы с вами попробуем все эти данные загрузить в компьютер и посчитать, сможет ли компьютер обработать эти данные и создать прогноз без участия человека. И только в 1946 году появилась реальная физическая возможность создать первый компьютерный прогноз. Удалось это сделать в США на первом цифровом компьютере ENIAC. Но у него был один существенный недостаток, совсем небольшой. Прогноз на одни сутки составлялся одни сутки. Таким образом, пока, когда уже этот прогноз появлялся, он уже был неактуален. Но, тем не менее, это был, опять же, технологический прорыв. Оказалось, что все-таки компьютерный прогноз можно сделать без участия человека. Можно построить примитивную модель атмосферы и сделать прогноз хотя бы на одни сутки для того времени. Все последующее развитие метеорологии и синаптической метеорологии было связано с развитием вычислительной техники и космонавтики. И в 60-м году, 20-го века, был запущен первый метеоспутник в США. Он из себя представлял просто обычную камеру, которая болталась на атмосфере, болталась на орбите и отправляла данные о состоянии облачности. Просто отправляла снимки. Но, тем не менее, этого уже было достаточно для того, чтобы проанализировать и увидеть нашу планету с необычного для людей ракурса. И, наконец, в 79-м году, когда уже была создана вся необходимая сеть, были созданы необходимые вычислительные устройства, в данном случае это суперкомпьютеры, была налажена мощная, обширная сеть метеостанций. Все это вылилось в создание первой главной организации, которая сейчас является лидером в области создания краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных видов прогнозов. Это Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. Он располагается в Англии в 79-м году. Именно им впервые удалось создать первую, наиболее качественную модель атмосферы Земли, которая на данный момент является самой лучшей и используется на многих прогностических сайтах, в связи с тем, что она еще является самой старой. Поэтому у модели имеется большое количество обновлений и теоретических наработок, в отличие от других зарубежных и наших отечественных аналогов. И, наконец, мы подходим к самому интересному, на мой взгляд, модели прогнозирования погоды. Все мы с вами знаем, что такое модели, все мы с вами понимаем, лексическое значение этого слова. У многих из нас дома были, например, игрушки, машинки, которые являлись точными копиями, моделями оригиналов. Модель — это какая-то уменьшенная копия чего-то, что мы можем изучить. И вот ученые собрались все вместе и попытались создать первую в своем роде модель всей атмосферы Земли, которая бы учитывала поступление энергии на Землю, она учитывала бы рельеф местности, учитывала бы таяние ледников, поступление влаги и так далее, и тому подобное. В целом, модели рассчитывают всю Землю, выполняют полностью расчет всей Земли с глубины в 10 сантиметров, начиная от почвы, и заканчивая высотой в 60 километров. То есть все эти условия, все, что мы с вами видим, все это можно смоделировать. Но для начала необходимо было создать, выполнить анализ текущего состояния атмосферы. А чем точнее мы с вами сможем описать текущее состояние атмосферы, тем точнее мы сможем сделать прогноз на одни сутки, на 5, на 10 или даже на 15. И, разумеется, эта задача была выполнена. Из чего же состоит модель? Для начала это сетка модели. Многим из нас, например, это можно объяснить на такой метафоре, когда люди прозаживают чай, сквозь ситечка, иногда небольшие частицы попадают сквозь большие отверстия. Так вот, у модели тоже есть такая сетка, которая чем гуще, чем чаще, тем точнее удается создать прогноз. И сейчас, например, используются сетки с разными параметрами. Например, здесь показаны узлы расчета. У всякой модели есть узлы расчета, в которых выполняется расчет данного сегмента. Данные собираются со всех метеостанций, загружаются в единую базу, после этого выполняется сканирование всей Земли спутниками, затем идет обработка этих данных, отправляются данные с аэрологического зондирования, когда зонд запускает. И уже в оконцовке, когда создана полностью вся точная модель Земли, текущее состояние описано, только тогда уже модель запускает создание прогноза. И здесь видно, что узлы расчетные находятся на расстоянии 222 километров. Это очень много. Например, между этими узлами могли бы проскочить грозовые ячейки, и они были бы незамечены. Модель слепа, она бы просто их не увидела. И с этим связан один из главных моментов повышения точности. Чем чаще наша сетка, тем она точнее. И это хорошо видно на следующем слайде. Здесь уже сетка у нас 27 километров. Ясно видно, что у нас количество узлов возросло в 8 раз. И все те три узла, которые были здесь видны, они все умещаются вот в этот маленький промежуточек. И таким образом у нас зоны осадков стали более точными, более качественными. Изобары стали более линией, более красивыми. До этого они были угловатыми. И на данный момент существует около 10 ключевых моделей прогнозирования погоды, численных моделей прогнозирования погоды. Как вы видите, в этом списке находятся наиболее развитые государства, потому что создание своей собственной модели прогнозирования погоды это невероятно сложное предприятие. Потому что для этого, во-первых, необходимы большие финансы, во-вторых, для этого необходимо иметь свой собственный вычислительный центр, необходимо иметь штат программистов, синоптиков, метеорологов, которые бы работали над созданием этой модели. И здесь хорошо видно, что лидирующую позицию, а они располагаются по качеству, все модели, лидирующая позиция занимает, опять же, Европейский центр со своей моделью, который создает прогноз на 10 суток. Второе место это США, и третье место Канада. Россия на последнем. И одним из главных отличий является то, что в США располагается самое большое количество вычислительных мощностей. И именно поэтому там создается самое большое количество моделей, глобальных моделей. То есть, если у Европы есть только одна модель, но самая лучшая, то в США разрабатываются десятки таких моделей. Ну, финансы позволяют, и они этим занимаются. Естественно, видите, в этом списке есть и Китай, и Бразилия, и Япония. И у них ресурсы тоже позволяют создавать такие модели и использовать их для своих нужд. Потому что у каждого государства должна быть своя модель. Благодаря которой они могут создавать прогноз погоды. Вот, например, на данном, данная анимация показывает, как рассчитывает прогноз американская модель. Видно перемещение циклонов, антициклонов. А синим цветом показаны зоны с осадками. Модель сама рассчитывает, где находятся зоны с осадками. И показывает, над какой территорией они пройдут. Также видна интенсивность. По цвету это легко отличается. Это прогноз американской модели на 5 суток. А вот, например, как обстоит дело с расчетом поступления холодного воздуха. Например, это прогноз за первую декаду июля. У нас первая декада была очень холодная. И это прогноз перемещения аномальных теплых и холодных воздушных масс над территорией Евразии. И здесь хорошо видно, как холодный воздух проваливается с северного и северо-западного направления. Это первая декада. Еще один интересный прогноз анимации. Это уже европейская модель. Это долгосрочный прогноз европейской модели на 600 часов. Только вдумайтесь, 600 часов это очень большой срок. И здесь модель рассчитывает перемещение в комплексе на территории всей планеты, перемещение всех воздушных масс. Мы ясно можем видеть, когда потеплеет, когда похолодает. И по сути такие прогнозы еще 10-15 лет назад были невозможны. А сейчас это кажется просто фантастикой. А сейчас, собственно, к самим сайтам. К самому интересному. Ведь все мы с вами пользуемся. У нас у всех есть смартфоны, у нас у всех есть доступ в интернет. И все мы с вами смотрим в основном прогнозы на этих сайтах. Это лидеры по производству прогнозов. Это Гесметио, Форека и Яндекс.Погода. Очень часто люди стараются уточнять прогноз. Посмотрели на Гесметио, плюс 20. Ну, надо зайти на Яндекс.Погоду. Что они там обещают? Смотрят, там плюс 19. Ну вот, цифры как-то похожие получаются. А почему они похожи? А потому что модель одна и та же. У всех этих сайтах одна и та же модель. Поэтому сравнивать между собой прогнозы бессмысленно. Все эти сайты подпитываются на одной модели, которая обновляется всего два раза в сутки. Два раза в сутки. А люди пытаются следить за ним намного чаще. Есть люди, которые следят за прогнозом Гесметио, каждые несколько часов обновляют. Но в этом смысла тоже нет. Потому что модель обновляется два раза в сутки. Другой еще интересный вопрос заключается в том, что Яндекс.Погода выкупают данные европейской модели у финской компании Форека. То есть они не производят своих прогнозов. Это все копирка. А сейчас разберем прогноз всеми любимого Гесметио. Он был взят еще от 14-го числа. Чем удобен Гесметио? Он удобен тем, что он прост. Картинки, температура и все. Людям больше ничего не надо. Если вы планируете куда-то выйти прогуляться. Но, опять же, это автоматизированный компьютерный прогноз. Ни один человек его никогда не проверял. Ни один человек его никогда не видел. И мне не очень понятно, когда люди, приходя с работы или с отдыха, начинают строчить комментарии в духе «Вот, опять обманули меня». Но, на самом деле, никто вас не обманывал. Ведь это автоматизированный компьютерный прогноз, который вы используете на свой собственный страх и риск. Вот наглядный пример, совсем недавно, прогноза 14-го числа. 15-е июля. Что видит обычный человек? Он видит ясно, 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 небольшой дождь, облачно. И снова потом ясно. Но никакого дождя вчера не было. Или, например, прогноз на 16-е число, на сегодня. Что видит обычный человек? Ясно, 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 небольшой дождь, гроза. Дождя не было. Грозы тоже я не ожидаю. То есть, это вот такие ошибки, которые всегда есть в прогнозе. Но обычный человек их не может распознать. Когда я смотрю на синаптическую карту, в целом, на ту картинку, которая происходит над нами, я понимаю, что дождя быть не может. Ему просто не откуда взяться. Быть может, есть вероятность дождя в 15-20%. Но гейсметил-то ведь этого не вам не покажет. У вас просто есть картинка, небольшой дождь и все. То есть, когда вы пользуетесь таким прогнозом, вы должны понимать, что никто не застрахован от ошибок. И то же самое касается грозы. На своем сайте, например, я всегда указываю вероятность грозы. Потому что метеорология, это, вероятно, работает с вероятностными явлениями. Может быть, и вероятность осадков в 95%, когда над нами проходит циклон и просто по-другому быть не может. А может быть, вероятность и в 30-40%, когда речь идет о конвективной деятельности. Когда идет гроза и кучево-дождевая облачность собирается. Тут уже вероятность пониже. Поэтому всегда надо учитывать еще и вероятность этих явлений. А гейсметил этого просто не показывает. Но, тем не менее, он является самым популярным, но не самым точным ресурсом. И, как я до этого уже говорил, гейсметил использует данные европейской модели. Мы все с вами понимаем, в каком мы с вами мире живем. И если завтра вдруг окажется, что вот Евросоюз ввел против нас какие-то санкции, запретил нам пользоваться этой моделью, не смеет его просто прекратить свое существование. А наша модель, которая есть у нас, она не покроет тех потребностей в создании прогнозов погоды. Она не очень качественная. И вместо, например, 28, она вам покажет плюс 20. Это наша отечественная модель, ее нельзя использовать. А европейская является самой лучшей. Но они имеют полное право закрыть к ней доступ. И все сайты просто накроются медным тазом. И еще один важный момент, который касается собственно точности прогнозов. У нас почему-то существует такой стереотип, что раньше прогнозы делали точнее. Сейчас что-то с ними пошло не так. Разумеется, это субъективное мнение, которое хорошо видно на данном графике. Если в 40-е годы, основываясь опять же на том же синаптическом методе, когда все прогнозы рисовались цветными мелками, карандашами, точность составляла на одни сутки для Москвы 60%. Это достаточно низкий показатель. Но постепенно с внедрением численных прогнозов, то есть компьютерных, точность в 65-м году где-то подскочила до 85% уже. И в последнее время наблюдаются все-таки слабые, но тренд к повышению точности. 100% никогда не будет. Почему? Вот последние данные о точности прогнозов для гидрометцентра, от гидрометцентра на одни сутки по температуре воздуха. В 2008-м это 86%, а в 2013-м уже 90%. То есть синаптики гидрометцентра в целом для страны выдают прогнозы с точностью в 90%. Всегда есть вероятность в 10%, что прогноз окажется неточным. А вот, собственно, самое интересное. Несколько месяцев назад я изучил все данные, а гидрометцентр публикует данные о точности прогнозов. Я изучил данные о точности в разных городах, и мною был создан топ 20 лучших прогнозов и топ 20 худших. Ну, разумеется, топ 20 лучших там у нас и Москва, и Питер, и все города, которые находятся на европейской территории нашей страны. У Питера точность 97%, у Москвы 96,5%, Екатеринбург 95%. Это очень хороший показатель. А вот, собственно, 20 худших. Худшие прогнозы делают в Чите, 78%, и, внимание, 15-я позиция Курган, 85%. Ура, мы попали в топ 20 худших прогнозов. Ну, потом я еще сравню с одним показателем. Собственно, с чем связана неточность прогнозов? Вот вроде бы все хорошо. У нас есть мощные суперкомпьютеры, у нас есть модели качественные, выделяются большие деньги на разработку, просто миллионы долларов. Но прогнозы почему-то по-прежнему неточные. С чем это связано? Опять же, возвращаясь к самому началу. Сеть станций. На данный момент сеть станций, информация с этих станций является пищей для модели. То есть, если мы просто закроем доступ к этим данным, прогноза не будет. И даже спутники нас не спасут, которые сканируют территорию нашей планеты и отправляют данные о температуре на ее поверхности. Мы с вами видим, что, например, Европа полностью заполнена этими станциями. Потому что в Европе и была создана самая старейшая сеть станций. Но на севере Африки, например, тут как-то уже не густо становится. А как обстоят дела в России? А у нас дела обстоят еще хуже. Собственно, если на европейской части страны еще как-то более-менее много станций, то к северу, к северу, к северу, тут вообще есть даже целое пятно по размерам сопоставимое с Францией, где вообще нет ни одной станции. Тут не ведется никаких наблюдений. Все эти дыры заполняются расчетами со спутников. Это единственное спасение. А в Африке вообще ничего нет. Там всего максимум на весь континент насобирается 100 станций. На весь континент. И если бы не было спутников, я бы просто не знал, как бы мы смотрели с вами прогноз на Гесметио хотя бы. Но есть еще один интересный момент, который касается точности, создания точности прогнозов. Если, например, мы на первые-вторые сутки более-менее уверены в качестве прогнозов, потому что его вероятность составляет 95-90%, то уже на десятые сутки точность постепенно все-таки снижается. На десятые-пятнадцатые сутки. Вы заходите на сайт Гесметио и смотрите, что будет через 10 дней. А там плюс 30. О, потепление, хорошо. На следующий день заходите, смотрите, а там плюс 20. Вот уже холодно. И как можно доверять такому прогнозу? Ну, конечно же, нельзя. И эта ошибка появляется за счет того, что в начальных данных тоже присутствовала какая-то маленькая ошибка. Потому что наша сеть станции не идеальна. Спутниковое наблюдение тоже не идеально. Модели не идеальны. Ничто не идеально. И постепенно маленькая ошибка в начальных данных, с которых идет запуск, она постепенно накапливается, 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 и появляется расхождение. И как же был решен этот вопрос? Ученые подумали, а давайте-ка мы с вами один и тот же прогноз будем запускать не один раз, а 20, чтобы посмотреть, насколько данные, насколько сама атмосфера чувствительна к прогнозу на более дальний период. И данный прогноз называется ансамблем, когда используется не один прогноз, а 20 с небольшими искусственными ошибками, создается искусственная ошибка в начальных данных и проверяется, в какую сторону пойдет прогноз, насколько данные чувствительны к этим ошибкам. Например, вот самый последний прогноз американской модели для Кургана. Вот в 16-17 число все линии сходятся в одну, качество высокое, 16-17 потепление 25-30, а затем у нас уже постепенно идет снижение всех 20 прогнозов, а потом 22-24-25 повышение, то есть где-то здесь следует ждать потепление, потому что большинство сценариев у нас идет вверх. Ну а тут уже 10-15 сутки, тут уже просто расколбас начинается какой-то. 25-31, тут уже невозможно сделать какой-то прогноз. Но если, например, взглянуть в целом, то видно, что часть сценариев все-таки проседает 26-27, а затем снова появляются теплые сценарии 29-31. Ну это я вижу, вполне возможно, что вы этого не увидите. Но тем не менее, вот для отслеживания тенденции можно использовать такой метод, метод ансамблевого прогнозирования. Что я использую на своем сайте? Это прогноз с моего сайта. Я выдаю основные параметры. Это температура днем, температура ночью, вероятность осадков, очень важный показатель, ветер, скорость ветра, облачность и вероятность грозы. То, чего не выдает ни один другой сайт. Можно посмотреть у меня. И как мы видим из этого прогноза, то у нас 16-18 будет тепло, а затем похолодает до 21 градуса. И вероятность осадков поднимется. Разумеется, это не для всех удобный прогноз. Все мы любим смотреть на облачка, на солнышко. А эта форма немножечко сложная для людей. Надо циферки изучать. И в чем отличие этого прогноза от всех остальных? От GizMeteo, от Яндекс.Погоды, от всех тех приложений, которые вы смотрите. Его главное отличие заключается в том, что он использует данные не одной какой-то модели, европейской или американской, а это комплекс всех 10 моделей. Компьютерные модели, они как девушки. К ним нужен особый подход. Какая-то модель лучше всего делает прогноз по осадкам. Какая-то модель лучше всего делает прогноз по направлению ветра, какая-то по скорости. И мне об этом известно. И я для составления прогнозов использую эти данные, использую эти преимущества этих моделей. Мне, например, известно, что есть модели, которые хорошо прогнозируют ночную температуру зимой. Когда температура опускается до минус 35-40, бывает и такое, никакой GizMeteo уже не поможет. Но есть такая модель, которая хорошо прогнозирует эти значения. Я, разумеется, буду использовать их в прогнозе. И таким образом мне удается повысить точность прогноза на первые сутки до 95% по температуре. А, например, наши синоптики, опять же, ссылаясь на данные гидрометцентра, используют, у них точность 85%. То есть у меня, используя модели, точность выше на 10%. А они все еще пользуются старым, дедовским синоптическим методом у нас, синоптики. Они составляют прогнозы цветными мелками и карандашами. Я сам лично был свидетелем этого. Это, разумеется, очень устаревшая методика, которую нельзя использовать сейчас, когда уже есть более совершенные инструменты для создания прогнозов. как и, вот, например, в этот прогноз, который вы можете посмотреть на моем сайте. Еще на моем сайте есть одна разработка, это прогноз на 15 суток. Очень длительный срок, потому что наиболее благоприятный срок можно считать 5-7 суток, не больше. А все остальное, что находится дальше 7 суток, это уже тенденция с большими отклонениями. Так вот, у меня тоже на сайте есть прогноз, который на 15 суток по температуре. И он совмещает в себе данные, всех моделей, не какой-то одной, а всех. И удается сделать точный прогноз по потеплениям и по похолоданиям с достаточно высокой точностью. На первые сутки это 95%, но на 15 сутки точность снижается уже до 52%. Но, тем не менее, это высокий показатель. В отличие от того, что вы можете на сайте Гесмети увидеть сегодня похолодание, а завтра потепление. В моем прогнозе такого не будет, потому что данные используются множество моделей. И так, ну, собственно, у меня на этом все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...